Буровой комплекс для платформы Каменомысская – уникальная разработка специалистов компании Уралмаш НГО Холдинг. Он предназначен для бурения и капитального ремонта эксплуатационных скважин. Часть оборудования для объекта изготовили на заводе в Екатеринбурге, часть – в Тюмени. Здесь же его собрали в единое целое. Основной буровой комплекс будущей платформы ЛСП Каменомысская возвели за пять месяцев. Его высота составляет практически 70 метров, что сравнимо с длиной самого крупного пассажирского лайнера Airbus A380. Аналогом для разработки объекта послужила буровая установка «Арктика», которая также предназначена для работы в суровых арктических условиях – от минус 45 до плюс 40. Однако в силу специфики шельфового месторождения Каменомысское море проект был существенно доработан. В соответствии с требованиями проектной документации, разработчик которой является КБ «Коралл», мы разнесли часть оборудования, сконцентрировали буровое оборудование в основном в буровом комплексе, буровые насосы, оборудование системы очистки, цементировочный комплекс, а также трансформаторы и щиты распорядительные, они у нас будут установлены в воспомогательном буровом комплексе, который изготавливается в Астрахани. Буровой комплекс предназначен для бурения и капитального ремонта эксплуатационных скважин. Основные технические параметры установки – условная глубина бурения 6000 метров, допустимая нагрузка на крюке 400 тонн, цифровая система управления. Данный основной буровой комплекс – это первая такая крупная технологическая, можно сказать, составляющая достойкой нашей платформы. Очень важный узел, из которого, по сути, начнется и бурение, и дальнейшая эксплуатация. Такой отечественный буровой комплекс, я думаю, впервые изготовлен в нашей стране. И надеемся, что он станет такой гордостью нашего машиностроения уже в процессе его применения. По проектному заданию установка должна пробурить 34 скважины, расположенные в 4 ряда. Для этого был спроектирован специальный механизм перемещения с опорной рамой. Наша платформа будет перемещаться по четырем направлениям по плоскости, то есть по сетке скважин. И при необходимости, при заканчивании бурения одной скважины, с легкостью можно переместиться на другой слот и продолжить бурение. Начиная с оборудования и заканчивая программным обеспечением, буровая установка – это все российское производство и отечественные разработки. Проектирование проекта полностью велось в 3D. Это позволило значительно сократить время на этапе производства, избежать большого количества ошибок и нестыковок с коммуникациями. Главное помещение бурового комплекса – это рабочая площадка. Она спроектирована под одновременную работу двух человек – бурильщика и помощника бурильщика. Здесь применены новейшие технологии, связанные в единую систему, а контролируется весь процесс отсюда – из кабины бурильщика. Это место для бурильщика. Здесь также установлены мониторы для управления основными механизмами буровой установки. То есть это буровые насосы, ротор, лебедка и система верхнего привода. Механизмы были специально разработаны под ледостойкую платформу с учетом специфических требований. Специалисты компании «Газпромдобыча Ямбург» присутствовали на испытаниях практически всех агрегатов установки. Их замечания были учтены в конструкции, что позволило повысить ее надежность и эксплуатационную пригодность. Применено взрывозащищенное оборудование на буровой лебедке. Специальные применены двигатели, которые разработаны именно под морской климат. Также специальная компоновка, которая позволила уместить на рабочей площадке все механизмы, которые необходимы в составе лебедки. После проведения всех приемочных испытаний буровой комплекс будет разобран на транспортировочные единицы и доставлен железнодорожным и автомобильным транспортом в Мурманскую область на верфь «Интегратор». И уже на Кольском полуострове части платформы соберут в единое целое и доставят на точку установки в акватории Обской губы с Северным морским путем. Анастасия Шулепова, Дмитрий Шолохов, Тюмень. Специально для ЯТВ.